МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Елена Михайловская. Добрый день. И вначале коротко о главном. Развитие региона, ход уборочной, а также развитие цементной отрасли страны. Александр Лукашенко сегодня посетил Могилевскую область. В соответствии с избирательным кодексом и в спокойной обстановке. Наблюдатели от СНГ высказались о ходе парламентской кампании в Беларуси. Олимпийцы возвращаются домой. Этой ночью встречали Надежду Остапчук, а сегодняшние медальные надежды на Оксану Менькову. Президент Беларуси сегодня посетил Могилевскую область. Основные темы поездки, социально-экономическое развитие региона и ход уборочной, а также развитие цементной отрасли страны. На примере белорусского цементного завода в Костюковическом районе. До посещения этого предприятия Александр Лукашенко пообщался с руководством региона. Говорили об эффективном использовании земель. Особое внимание было уделено развитию юго-восточной части Могилевской области. Может быть, не надо уж слишком зацикливаться нам на земле. Надо посмотреть, чтобы хозяйства были многопрофильные. Надо создать для этого определенную базу. Ну, пусть это будет белорама, какой-то цех и так далее. И производить, перерабатывая все. Это же леса кругом. Перерабатывать все. И таким образом получится, пусть земли там будет пару тысяч гектаров. Пускай у него будет белорама, пускай какой-то цех, еще что-то будет производить. Может, будут оказывать услуги заводу. Второму, третьему, пятому. То есть, этот регион зеленый. Ты и Черек, и у Славгорода туда включил. Ну, этот и те, которые больше. Мне, Славгород, пока отдельно. Ну, вот этот вот, шесть, по-моему, там районов получается. Краснополе, Чаусы. Шесть, так точно, которые пострадали. Вот надо в целом посмотреть на этот кусок и подумать, как юго-восток Могилевщины нам развивать. Развитие цементной отрасли – одна из главных тем рабочей поездки. Президент Александр Лукашенко принял сегодня участие в символическом пуске новой технологической линии на Белорусском цементном заводе. Таким образом, дан старт новому современному производству, которое налажено с привлечением китайских инвестиций. По сути, строительная отрасль Беларуси получила новое предприятие мощностью около 2 миллионов тонн цемента в год. Давайте, давайте, давайте. Посол положил. Где оно? Заработало. Ежегодное производство в Костюковичах возрастет до 3 миллионов. Это поможет решить проблему дефицита цемента на внутреннем рынке, значительно увеличить его экспорт, а также откроет новые перспективы для развития предприятия. Здесь появится и более 200 новых рабочих мест. С новой линии завода уже отгружены первые вагоны цемента. Продукт, по мнению специалистов, высокого качества. На свободных площадях намерены создать производство железобетонных конструкций. В продукции заинтересованы те же китайские партнеры. Вот и посол Китайской Народной Республики высказал надежду, что проект может стать очередным удачным совместным делом. Если вы готовы сюда прийти, а если такая ситуация действительно вам железобетон нужен в Европе, ну так а почему не строится? Железно-дорожное сообщение, все есть, площадка есть. Милости просим. Китай у нас особые отношения. Я думаю, что это конкретно надо говорить лично с президентом нашей корпорации. Ну вы можете включиться, подстегнуть этот процесс? Я тоже включиться. Не только можем, могу и я тоже включиться в это дело. Хорошо, я на вас рассчитываю, что вы немножко подтолкнете. И нам скажете да или нет. Нам это очень важно. Если да, тогда быстро по-китайски, как вы быстро это делаете, начнем здесь строить. Если нет, тогда мы будем думать сами, что здесь производить. Может вариант Красносельского. Скорее всего так. И все подробности рабочей поездки президента в Могилевской области в вечернем выпуске новостей в 19.30. Могилевский регион стал четвертым хлебным миллионером в стране. Вслед за Бресской, Минской и Гродненской областями. К утру белорусский каравай весил более 7 миллионов 300 тысяч тонн. В прошлом году на эту дату было собрано менее 6 миллионов. Убрано почти 80% хлебных полей. Средняя урожайность по стране выше 38 центнеров с гитара. И накануне в столичном регионе появился комбайнер-пятитысячник. Им стал передовик жатвы Михаил Солодуха. Сегодня хлебороба чествовали прямо в поле. Взяли с поличным. Офицера одного из Брестских РОВД задержали при получении взятки, размер которой составил 2500 долларов США. Было установлено, что милиционер подстрекал неработающего жителя Бреста за 12 тысяч долларов купить свободу и избежать привлечения его к уголовной ответственности. Правоохранитель задержан. Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям. Подстрекательство к даче взятки и мошенничество. К слову, в милиции офицер проработал около 15 лет. Возможности у задержанного решить вопрос, который он обещал и за который пытался взять деньги, не было. И даже он не собирался этого делать. В настоящее время бывший офицер милиции задержан и содержится в следственном изоляторе управления КГБ в Брестской области. Правоохранительные органы Румынии возбудили уголовное дело в отношении бывшего спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси Адриана Северина. Политик подозревается в том, что, будучи евродепутатом от Румынии, подделывал документы и незаконно использовал бюджетные средства Европарламента с 2007 по 2010 год. Ущерб оценивается примерно в 436 тысяч евро. Еще прошлым летом евродепутаты проголосовали за лишение Северина иммунитета из-за подозрений в коррупции. Также он был исключен из фракции «Европейские социалисты» и «Демократы». В Турции выясняют причины крушения пожарного вертолета. ЧП случилось накануне в провинции Мугла. Трагедия унесла жизни пяти человек. Трое из них – россияне, двое – местные летчики. Факт авиакатастрофы подтвердили в Росавиации. По одной из версий специалистов, крушение произошло во время тушения пожара. Для того, чтобы сбросить воду на очаг, экипаж летал на низких высотах, зачастую рискуя жизнью. В такой ситуации подвесной контейнер мог зацепиться за деревья, что, возможно, и привело к авиакатастрофе. Серия нападений в Ираке. В 80 километрах к северу от Багдада вооруженные боевики расстреляли блокпост. Жертвами атаки стали четыре человека. Члены проправительственного сунистского формирования «Сахва», участвующего в операциях против боевиков Аль-Каиды. Несколько часами ранее в провинции Дияла при взрыве погибли трое полицейских. А в провинции Анбар был убит член городского совета, автомобиль которого обстреляли. Число жертв наводнения на Ферепинах превысило 70 человек. В списке пропавших без вести более 10 местных жителей. Особенно пострадала столица страны Манила. Затоплено более 80% мегаполиса. Хуже всего жителям бедных кварталов, расположенных в низинах. Уровень воды здесь превышает 2 метра. В провинции Хэбэ и КНР из-за сильнейших ливней обрушилась часть Великой Китайской стены, возведенной в 14 веке. Длина поврежденного участка 36 метров. В частях сооружения, а рядом с рухнувшей секцией, обнаружены трещины. Сейчас ведутся работы по укреплению сооружения. Сезон дождей в Китае начался месяц назад. В результате стихии только в Пекине погибли 112 человек. Экспериментальный космический модуль «Морфей» взорвался и сгорел во время испытаний. Никто не пострадал, но летательный аппарат полностью уничтожен. Этот проект по замыслу Американского аэрокосмического агентства должен открыть дорогу к безатмосферным планетам Солнечной системы. Но во время отработки новых технологий вертикального взлета и посадки в космическом центре имени Кеннеди что-то пошло не так. Эксперты изучают сейчас записи черных ящиков летательного аппарата, чтобы выяснить причину аварии. Таисия Саховская, Телекомпания СТВ. Предвыборные мероприятия в Беларуси проходят в соответствии с избирательным кодексом и в спокойной обстановке. Работа ЦИК строится на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения вопросов. Таково мнение экспертов. Наблюдатели от СНГ уже посетили каждую вторую окружную избирательную комиссию во всех областях республики и в Минске. За время мониторинга они могли беспрепятственно ознакомиться с протоколами, побеседовать с членами комиссии. Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб начали свою работу на парламентских выборах в Беларуси 25 июля. Планируется, что в ее составе будут работать более 30 долгосрочных и до 350 краткосрочных наблюдателей. Предвыборные мероприятия проходят в соответствии с избирательным кодексом и в спокойной обстановке. Присутствуя на заседаниях Центральной комиссии, наблюдатели отмечают, что ее работа строится на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения вопросов. Заседания, о которых сообщается заранее, проходят с участием международных наблюдателей, национальных наблюдателей от политических партий и других общественных объединений. Белорусские спортсмены возвращаются из Лондона домой. Накануне поздно вечером на родину вернулась олимпийская чемпионка в толкании ядра Надежда Остапчук. В национальном аэропорту Минск Надежду Остапчук встречали родные и близкие, болельщики и журналисты. Олимпийская чемпионка поделилась впечатлениями от своего лондонского выступления. Я не чувствую себя в роли олимпийской чемпионки. Мне пока только сообщают о том, что я олимпийская чемпионка. Поздравлениями я только допомню вас встречами. Продолжение следует...